Аплодисменты Я работаю в компании «Фитнес-хаус» уже на протяжении трех лет. В бикини пришла, кстати, не так давно. Всего лишь третий сезон выступаю. И, конечно, есть огромное желание попробовать себя на разных уровнях. Я из Санкт-Петербурга. В общем-то, недавно закончила экономический вуз с красным дипломом, но как-то жизнь втянула меня в спорт. Пришла работать в «Фитнес-хаус» совершенно не в фитнес-подразделении. Начинала с администратора рецепции. И так потихоньку общение со спортсменами меня затянуло. Я начала тренироваться сама. И, наверное, это меня привело к тому, чтобы выступать. И до сих пор по-прежнему. Я работаю в компании, сейчас уже в фитнес-подразделении. До этого была руководителем коммерческого отдела. И, в общем-то, на самом деле, нашла себя именно в сфере спорта. То есть ты занималась продажами каких-то услуг, а теперь ты что делаешь? Занимаешься продажами или нет? Ну, персональный тренинг в какой-то степени, наверное, немножечко связан с продажами. И опыт в продажах, он, конечно же, дал мне большое-большое преимущество, так скажем, в плане сейчас в моей деятельности. Ну, я, в общем-то... А выступление на соревнованиях можно считать в какой-то мере продажей? Ну, это умение себя подать. Конечно, в какой-то степени, отчасти, я думаю, что да. Да. Хороший продажник, он хорош во всем. Закончился чемпионат, точнее, Кубок России. Да? И у тебя какие-то соревновательные планы на ближайший период времени есть? Очень хочется попробовать себя на международном уровне. Да, я понимаю, что есть всегда над чем работать. И, может быть, я не так давно в этом спорте, но пока ты в форме, да, пока ты заинтересован во всем, нужно, мне кажется, пробовать себя в разных областях. И, конечно, сейчас я действительно очень хочу съездить на Мазалане тур, куда меня пригласил Денис Логинов, мой директор. И, собственно, я познакомилась с Николой Войтеровой, которая будет выступать в про-дивизионе. Очень много она рассказывает, очень много интересного, очень много советов дает по подготовке. И, конечно, хочется попробовать себя на этом уровне. Пока есть такая возможность, я не вижу смысла ее упускать. А с Витуровой ты на каком языке общаешься? На русском она отлично. Она живет у нас всего до второй месяц, и она владеет русским до такой степени классно, что я вообще в шоке. Если честно, мы даже переписываемся с ней по СМС, она пишет отлично на русском языке. Действительно, человек только-только начал учиться. 30 января она еще говорила мне, Саша, я не смогу выучить русский язык. А сейчас она уже общается, да? Сейчас она отлично общается. Мне даже не приходится особенно прикладывать усилия, чтобы как-то понять ее. То есть мы совершенно спокойно с друг другом общаемся. И теперь вы совершенно спокойно с друг другом общаете и поедете в Жилину? Да? То есть ты хочешь там выступить по любителям? Да, почему бы нет? Попробую, посмотрю, посмотрю, на чем мне стоит работать. Посмотрю на международный уровень. Я думаю, что опыт в разных областях, конечно, даст мне, может быть, толчок. В каком ты зале работаешь в фитнес-хаусе? Я работаю сейчас в фитнес-хаус Престиж на Хошимина. Скажи, пожалуйста, а результат какой-то ты ждешь от выступления своего там или нет? Ну, сейчас у меня осталось совершенно немного времени для того, чтобы как-то улучшить свою форму. Результат я вижу в любом случае в опыте. Но Никола, Никола, общаясь со мной, она постоянно говорит мне, что у тебя огромный потенциал, у тебя есть шансы. И ты ей веришь? Я верю. Я верю, почему нет? А теперь? Вот на такой положительной ноте позвольте нам закончить интервью с этой прекрасной дивой в надежде на то, что мы с ней еще произведем передачу, похожую на то, что сегодня в Жилине, Словакия. Правильно я говорю, Игорь? Правильно я говорю? Конечно, правильно. Правильно. Всем удачи. Машем ручкой. Удачи. Пока-пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ